Австралийский дилер марки ГАЗ, брисбенская компания AAV, отмечает стабильный спрос на полноприводные грузовики Satko Next. На зелёный континент недавно прибыла свежая партия таких машин, а впереди уже следующая отгрузка. По просьбе клиентов дилер расширил местную гамму шестиместной версии вездехода. У него двухрядная кабина, удлинённая база и очень богатая комплектация, в которую, среди прочего, входит кондиционер, лебёдка и многое другое. А вот технический экспортный вариант повторяет своих российских собратьев. Это значит, что под его капотом скрывается 150-сильный турбодизель ЯМЗ, с которым состыкована механическая коробка передач. В ближайшем будущем ГАЗ обещает оснастить этот среднетоннажник автоматической коробкой собственного производства. Привод грузовика подключаемый полный. Также покорителей бездорожья должны порадовать блокировки обоих межколёсных дифференциалов плюс система централизованной подкачки шин. Любопытно, что вместо модной блочной оптики проворольные Садко получили круглые фары советского образца. Так проще, дешевле и брутальнее. Кстати, для трёхмесячного путешествия по морю каждый автомобиль заботливо упакован в отдельный морской контейнер. В Тольятти построили трёхосную Ниву. Правда, заслуженный внедорожник разжился третьим мостом не ради улучшения проходимости, а чтобы нарастить длину и грузоподъёмность. Вот подробности. Тольяттинская фирма ПВР взяла полурамный грузовичок марки ВИС, к которому приладила вставной полуприцеп, оборудованный подкатной осью. На получившуюся монтажную полураму можно поставить кузов длиной более трёх метров. Чтобы увести такое хозяйство, двигатель форсировали до ста сил. Кроме того, изменена главная передача, внедрены блокировки межколёсных дифференциалов и задняя пневмоподвеска. Считается, что подобная техника может пригодиться установщикам надстроек — кранов, вышек и буровых установок. Ещё одна интересная новость пришла из Саратовского государственного технического университета. Там разработали опорный подшипник скольжения нового поколения. Его главная особенность — в наличии пластикового корпуса и масляной подушки. Он получился намного проще и дешевле традиционного металлического аналога. Новинкой успели заинтересоваться производители тюнинговых запчастей для автомобилей Lada. Но сами разработчики мечтают поставлять такие изделия непосредственно на АвтоВАЗ.